Я когда-то шутил, пошуткувал, что скоро украинские СМИ будут цитировать надписи на заборах. Ну, прям как в воду глядел. И вот уже, прости Украина, в Севастополе появилась странная надпись, фотофакт. Со ссылкой на Радио Свобода сообщают все украинские СМИ, прости Украина, надпись на заборе. Радио Свобода врать не станет, поэтому на нее все ссылаются, считая вот эту вот новость, достойной того, чтобы нести это на главные страницы своих супер-пупер сайтов. И не только такое дно, как обозреватель, они понесли множество. РБК Украина, Апостров, ну вы сами видите, экономические известия, вот вечерние вести, к примеру, видите. Прости Украина! Сначала даже думал пройти мимо, просто там пошутить, типа, может быть, на другой стороне забора написано и прощай. Ну, к примеру, да, мы же не знаем, что там написано на всех заборах, которые рядом. Этого украинские СМИ почему-то не осветили, и Радио Свобода в том числе. Но, думаю, не буду-ка я проходить, а перемещусь-ка я во времени и в пространстве, и окажусь я на той улице. И вот уже, абракадабра, мы на этой самой улице. Нам в этом помогает вездесущий Яндекс. А что это там на заборе? Ой, прости, Украина. Как вы видите, улица та же, но вот ландшафт немного другой. А в частности, на столбе нет еще перехода знака, асфальт никакой, убитый. Ну, это снято во времена, во времена до оккупации. А вот сейчас, вместе с надписью, по всей видимости, появился новый асфальт, появился там знак, еще и там некоторые здания появились на заднем плане. Вот мне просто интересно, а когда же на самом деле сделана эта надпись, и сколько она там существует? Лет 100, наверное. Тем, кто любит игру «Найди 10 отличий», вот предлагаю сравнить фотографию, которую разместила Радио Свобода, с тем, что там было. Очень интересное можно сделать умозаключение, крамольное, я бы даже сказал. Вот такая вот история, вот такая вот история о надписи на заборе. Ну, предлагаю украинским СМИ совершенствоваться и перейти все-таки на надписи в туалетах, потому что там иногда такое пишут, целые послания. Ну, за всем прощаюсь, разоблачение завершено успешно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова